Встреча поколений «Помнят сердце, не забудет никогда» состоялась 3 декабря 2018 года в Михайловском историческом музее. Ее провели воспитанники Дома детского творчества. Все стихло. Собаки и те перестали лаять. Заняв город, фашистские войска вечером того же дня учинили погром магазинов и складов. Потом приступили к грабежу мирного населения. Отбирали теплую одежду, обувь, продукты питания. У семи жителей города посреди улицы немцы сняли с ног валенки и заставили идти босиком. Жители города прятались от немцев, оставляя свои дома, уходили к родственникам в деревню. Советское командование между тем готовило силы для контрудара. Формировалась 10-я армия под командованием Филиппа Ивановича Голикова. Во время оккупации фашистами города Михайлова были убиты множество наших земляков. На мероприятии, посвященном освобождению города Михайлова от немецко-фашистских захватчиков, присутствовали председатель Совета ветеранов Владислав Москвитин, представитель организации «Союз Чернобыль» Николай Ромашин, поэт Алексей Харчевников, а также учащийся Михайловских средних общеобразовательных школ номер 1 и номер 3. Конечно, сегодня в преддверии для наших Михайловцев великого праздника, освобождение от немецко-фашистских захватчиков. Очень приятно, что наш исторический музей, Дом детского творчества, вот такие панорамы, такие сборы проводит. И правильно мы пропели в песне, она вот сказала, ведущая, память, у нас вот два года прошло, уже умер, ему было сто лет, участник Великой Отечественной войны, командир взвода под Старой Руссой на обороны Москвы, Копытов Иосиф Гаврилович. Вот он всегда говорил, помнить надо, помнить надо, помнить надо, ни в коем случае, иначе мы будем там все, над нами другие будут командовать. Помнить надо. И вот действительно, вот ступительные слова, все действительно об этом говорят, что мы должны помнить. У нас 41 захоронение в Михайловском районе, и памятные, и, значит, настоящие захоронения. И все эти захоронения у нас обслуживают, вот вы обслуживаете, наши школьники, старшие классы, младшие классы, все праздники, все за ними ухаживают. И вот большое спасибо, значит, вот здесь присутствует первая школа, третья школа, на которых самая большая нагрузка, над Черной горой и над Мемориалом воинской славы на Красной площади, всегда находятся в состоянии, когда на них можно посмотреть и блюдеть. К нам очень много приезжают делегаций, мимо Тулы идет, там наши Рязанские районы, области, вернее, наши. И всегда приходят, говорят, вот смотрите, как содержит первая школа, как содержит третья школа, эти два наших самых больших памятника погибшим воинам. Дорогие друзья, дорогие ребятишки, я с большим удовольствием сейчас смотрю на вас, как бывший учитель, какие вы прекрасны. Живете под мирным небом, не знаете, что такое война, не знаете, что такое голод, не знаете, что такое что-то самое страшное. Ну вот, здесь Владислав Иванович практически всю историю рассказал, как воевали наши земляки-михайловцы, как они защищали наш край, защищали бывший Советский Союз. У Александра Невского есть очень прекрасная, многовековая уже поговорка. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. И вот по истории мы все знаем, какие бы только войны не были, кто бы нам не навязывал, а ведь нам навязывали и турки, и немцы, и поляки, и люди из Прибалтики, я имею в виду Прибалтийской республики, итог какой, пришли к нам и так же, с такими восвоящими ушли. Мать у меня попала, как говорят, в переплет, в первый же день войны. Она, закончив московский книг и торговый техникум, работала в городе Ломжа. Это Белостокская область сейчас, Польша. Мы после войны эти города передали им. Война для нее началась в половину третьего ночи, а не так, как официально в 4 часа утра началась война для всего советского народа. Немцы мотоциклетной части, которые стояли на границе, просто-напросто заехали в этот городок и заняли его. Своей хозяйкой она ушла в лес, где буквально жандармерия немецкая ее в этот же день и пленила. Пробыла в концлагере, потом работала в Восточной Пруссии на немцев и закончила войну переводчиком в городе Кенигсберге. Да, сейчас это Калининград. Я, наверное, выбрав путь, стал военным офицером, закончил Тульское высшее артиллерийское командное училище с отличием, закончил академию в Москве гуманитарную, прослужил в вооруженных силах 28 лет. Наверное, моему примеру последовали мои братья, которые тоже стали офицерами, оба майора. А теперь я вам просто хочу сказать и прочитать. Сам я являюсь членом Союза писателей России и прочитаю несколько подборков моих стихотворений, которые посвящены Великой Отечественной войне, мои переживания и все, что с ней связано. В деревне, конечно, как и говорят, нельзя обойтись без вилл, граблей, молотка того же, плуга. А я вам начну с деревенской повозки, которая уже становится таким раритетом в нашей жизни. Деревенская повозка заслужила постамент на житейском перекрестке, На виду этих мест ты возила, подвозила, Все, что было у села, разводила и женила, Весть хорошую несла, с фронта раненых встречала, Эшелон в ночи ждала, по ухавам их качала и к родимым привезла. Все для фронта и победы, от снарядов до бойцов И последние беседы на тебе легли рубцом. Помню я, на той повозке уезжал за счастьем вдаль, Но не знал тогда подросткам, где стекло, а где хрусталь. А вчера возле бучала я пройти не мог без слез. Там повозка умирала без оглоблей и колес. Владислав Окараков, Александр Каратаев и Евгений Быстраков. Специально для Михайлов ТВ.